всем привет сегодня у нас полу выходной и по парка хозяйственный день занимаемся всем кроме ремонта автомобиля вот этого уборка уборка так и начнем мы наверно с распаковки и так распаковка от каховки давайте с утра откроем посылочку получен от михайла михаил михаил прислал нам пакет давайте посмотрим что же в пакете что-то бош что-то бош тут еще есть короче магазин название магазина с данными но если я вам назову это будет реклама читаться поэтому я не имею права рекламировать чужой магазин уж понимаете давайте открываем визиток визитки на полу хочу вы не догадались что здесь куда и что значит так нам прислали 4к лодки bosch и инструкцию до установления и два болта зачем то зачем они там выбор не знаю диск прикручивается тормозной не такими и вообще короче не знаю зачем они тут ладно кинем метиза михаил спасибо тебе не на самом деле я купил все четыре колодки потому что когда мы меняли подшипник и сделали рейку я заметил мне колодки стали вот такие 3 миллиметровая одна по моему даже уже есть поэтому мне надо поменять колодки но это будет потом это будет это будет это будет когда уедет машина вот это после этой машины я брать работу другую не буду по крайней мере сразу не кинуть ее брать я сделала себе несколько дней выходных и мы загоним моего пыжика поменяем колодки передней и болгаркой болгаркой лепестковым кругом проточим два диска передних передних буду учить вас диски болгаркой точить но это будет через пару дней вдруг спасибо о визитку ну как бы знаете из вежливости из вежливости покажу хотя помните не обязан никому ничего запомнили скрытая реклама колодок все запомнили всем спасибо на этом смысле кто принимал участие пересылки и покупки моих новых колодок на машина колодок на машину когда мы делали nexia я заметил у меня нету ключ к ключ к на 7 никакого ключика на 7 мне нет хотя у меня есть три набора ключей и даже где-то здесь еще есть один старый набор самый мой первый как какой-то такой дешевый дешевый ключ к на 7 вообще не было поэтому у нас появился ключ к на 7 когда делал вита бочину меняли заметил меня в гараже нету ключей на 21 нет или насколько не было до на 21 тогда не было я тогда головкой крутил на 21 и газовым ключом газовым ключом держал болт или гайку гайку держал поэтому после этого момента поехал купил себе ключ на 21 есть когда чего-то не хватает надо это покупать а не ходить по соседским гаражам и просить я кстати еще вспомнил меня очень многие просят во первых надо вам по сегодня еще бы поменять ладовских и меня очень-очень многие просят померить сказать размеры крючков и размеры петелек блин ну очень много просят ну померь то 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 поэтому давайте возьму штангель и померю многие там говорят что я кофе много пью вот вам чашечные следы считайте сколько я кофе выпил с последнего момента когда получить когда мы распаковывали посылку посчитали здесь понятно здесь по моему 8 и 2 8 и 1 я тогда мерил 8 и 2 8 1 это так для всех кто очень просил 22 прорезь пятнашка радиус 39 просто в камеру очень не видно ну и все вместе петелечка всяких 50 вместе петелечка идет 50 кончик носик семерочка здесь понятно что здесь хоть десятки делать и здесь вообще не важно здесь мы всегда наш шток на 8 используем чтобы тянуть толщина у меня 2 наверно нет полторушка я что-то думал 2 и 5 полторушка вот я думал 2 и 5 2 и 8 даже сколько тут 2 и 2 и 8 до 2 и 8 2 и 7 здесь понятно опять же под 8 здесь 8 и 2 идет по моему прорезь даже 8 и 5 8 и 5 длина прорези раз 38 раз 20 они разные бывают длины вообще этот пазик используется только в том случае если привариваешь волнистую проволоку если как я работаю этими штуками вот эта регулировка по сути нафиг не нафиг не нужно 85 85 ну все за понятно больше по моему ничего такого нету да не вижу этот смысл отчет америки вот запомнили все одно поручение выполнил с петельками покончено сегодня еще будто одно одно задание у меня здесь один ремонт но я думаю что этом про этому снимем отдельное видео я взял дома паяльник сегодня мы будем разбирать и тюнинговать вот эту камеру надо ее разобрать и немножко тюнинг гнуть я знаю как я знаю как короче я поснимал пару дней видосов с нее в частности в частности вчера было видео где я ускоренно работал под нее начало видео для съемок под ускорение под музыку блин она подходит я буду ей только снимать потому что мой этот фотоаппарат которыми снимаем на который сейчас снимает и и вот этот фотоаппарат тоже снимает часто у меня два таких помните же да он немножко не годится для быстрой съемки он не может стоять 10 минут и держать картинку у него начинает плавать фокус он стоит вроде бы я молотком махнул бук фокус расползся от молотка я прошел он бук фокус раскрылся поэтому этими двумя камеры этой и этой мы будем объяснять все как всегда это и мы будем снимать ускоренную съемку тем более эта камера держит отлично батарею она держит больше часа батарею я кстати еще не досаживал батарею я так заряжал не досаживая прошу прощения что я их не разряжал полностью не заряжал полностью я пока одну батарею использую а эта камера блин она снимает ну блин 15-20 минут и все и надо батарейку менять мне 4 батарейки запарился их менять поэтому всю ускоренную съемку мы снимаем на эту я более уверен сразу у всех возник вопрос чем мы тут собрались тюнинговать поэтому я вам только намекну объектив от такой камеры бушный но хорош это же камера четче снимает чем это значит если в эту камеру врезать этот объектив по идее ничего тогда должно снимать попробуем если получится не благодарите за идею сам пришел такой сам пришел такой умной мысли и так парка хозяйственный день проходит отлично молоток починил только не надо говорить поедете купить 10 молотков нормальных мне не надо молотки вниз молотки и этот починил блин ну мне нравится вот такого плана чем вот такого то есть вот эти советские они как-то я не знаю я или переработался книги к ним а эти современные блин то они какие-то полуквадратные не прикольные он забывают время одну фигню показать фигня прикольная сейчас возьму в общем когда машина на стопель заезжает с номером я всегда номер снимаю ну чтоб тряпочкой не прикрывать а теперь сейчас посмотрите абаджир красивенько да так и сразу номер такой красивый горошковка машина сразу вид красоты приобретает в общем у нас есть два таких номера автомобильных пластиковых теперь будем теперь будем на автомобиле вешать ай-яй-яй как красиво и не знаю тут двухметровую коробку будет клиент забирать не будут но из нее можно шкаф сделать кстати это подумал по-быстрому парень какой шкаф можно комнату уединения сделать тоже прикольная да идея классная коробка продолжается наш парка хозяйственный день как вы поняли сегодня видео такое толком ни о чем наша экшн камера новая то есть я не шутил не удалось мне сегодня провести полноценный парка хозяйственный день блин меня отвлекали тысячи ремонт камеры долго очень долго времени занял ничего продолжена понедельник опять же парка хозяйственный день машину брать в работу не буду эту отдам завтра послезавтра понедельника может еще и выходных пару дней себе сделаем потому что в планах есть выкинуть эту полку полностью тут всем тут все поубирать при планах есть еще шкаф выкинуть но не знаю возможно еще кстати удастся на днях купить ну помните стеллажи покупал четыре штуки возможно еще удастся четыре штуки купить может сюда стеллажик лучше сделаем небольшой до колоночки а это все выкинем вот там все что лежит по сути его можно аккуратненько сложить на одну маленькую полочку а весь шкаф выкинуть и здесь блин тоже все надо перебрать понимаете вот развесил вот год прошел проработал например и понял что степлер вот надо отсюда убрать учет полезное повешать эти ключики один одним я работаю три надо выкинуть куда-то лирки эти держатели надо убрать они тоже мне особо не надо куда послаживать здесь на всю ревизию сделать потому что здесь есть много вещей которыми я за год даже не работал вот это это мне не надо ну поняли маленькую ревизию забила забила тоже мне не надо этот напильник я за год ни разу его не взял ладно пусть будет такие штрички вот зачем они мне они мне не надо ключ на 46 надо вот это вот это мне не надо вот эти вот эти еще иногда используют что то есть надо тут по перебирать мне еще на втором этаже в женькином гараже куча инструмента лежит которого я никак не заберу да и не хочу забирать принципе если я целый год проработал этим всем инструментом и этими всеми приспособами кстати еще на приспособ половину повыкидывать тоже сделать ревизию если уголком не работал не надо его подвал на приныкать на полке пусть лежит надо будет подвал полезу не надо мне здесь чтобы было все это на будет еще может полезть до женьки каких-то ключей своих позабирать ладно люди все я на этом закругляюсь тут ничего мне делать сегодня больше нечего сейчас поедем может получаться богдана покрашенного поснимать на экшн камеру экшн камера работает все нормально а но и и и Продолжение следует...